Бог сказал учить турецкий, и она говорит, мы были как связующим звеном, я хочу мотивировать всех, кто еще не учит болгарский, на изучение болгарского, все-таки потому что не зря Бог располагает на определенном месте. И вот видео, которое она скинула, как они помогали пострадавшим при землетрясении. Вот это брат, азербайджанец. Там были организованы специальные пункты помощи пострадавшим, куда люди приносили. Но, слава Богу, что они не только приносили, но они еще брали с собой турков и служили им, то есть они имели с ними общение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы узнали, что привезли людей из зоны действий этих землетрясения. Взяли полотенце, одеяло, тапочки, и их разместили в Махмутуаре, где мы живем в отеле. И сейчас мы это туда привезем. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день, доброе утро всем. Едем сейчас еще людям покупать вещи, одежду. Вот мужчина говорит, на него упала стена, придавила голову и ногу. И очень, как хорошо, и очень тяжело, больно было. И еле достал мальчика четыре годика. Вот, это все из Катая? Катая? Катая. Анкопия. Да, они вот с того места, где проразрушались дома. Все помнили, что ты его? Бел, из Катая. Бел, из Катая. А, они все, вот они говорят, они не выскочили, а остались. Да, слава Богу, меня очень вдохновило это видео, знаете. Потому что одно дело деньги передать, а другое дело вот так взять человека, да, повозить его. Она говорит, мы женщин в баню отвозили, потом к парикмахерам, заплатили за парикмахеров. И потом, говорит, мы их привели к себе домой, накормили и рассказали об Иисусе Христе. И, говорит, предложили помолиться, и все помолились. Поэтому, знаете, дай Бог нам, чтобы у нас было время вот так вот, ну, служить людям. Пусть это видео будет хорошим примером, правда же, для наших сердец, чтобы суета и заботы мира этого не отвлекали нас. Слава Богу, что и наша церковь тоже участвовала в помощи. Мы собирали финансы, отправляли, часть финансов, они тоже закуплены продукты. Вот, и Бог что-то делает в Турции. И сейчас, после всех вот этих событий, понятно, что турецкий народ, он расположен искать Бога, покаяния, сокрушения. И просто Бог, получается, вот эти события, да, которые происходят. Вот, думаю, вот Наталья Шинюк, ну, кто ее вот заставлял учить турецкий язык несколько лет тому назад, она получила побуждение. Эта сестра, да, вот здесь вот стояла и много раз свидетельствовала. Она ходила здесь по больницам и проповедовала Иисуса Христа, молилась за людей, за исцеление, и Бог исцелял. И вот она сейчас в Турции несет служение туркам, да, на турецком языке, ну, это реально дорогого стоит, правда. И вот Бог побудил нас также организовывать следующий трездес, он будет под Стамбулом. И буквально сегодня мы с Натальей выезжаем в Турцию, в Стамбул, и там будет у нас встреча вот с организаторами трездеса. Да, главный наш пастор, архиепископ, приедет тоже в Стамбул, и мы будем встречаться там с пастором Юнис, и будут решаться организационные вопросы. И я бы хотел церковь попросить себя помолиться за дорогу, за то, чтобы Господь хранил нас, потому что там, ну, просто я думаю, что это будет важная встреча. Вот наш сын Павел уезжает в Китай для того, чтобы дозакончить магистратуру в Тензенском университете традиционной китайской медицины, и на несколько месяцев, ну, мы не знаем, там есть какие-то определенные препятствия. Тоже я хотел попросить церковь, помолиться за сына, чтобы он уехал, чтобы у него все получилось, все его желания, мечты исполнились. Можно, вот, братеде, коротко...